Это видео про самый лучший район для жизни в Лиссабоне Мы расскажем вам о его плюсах и минусах и почему мы считаем этот район лучшим И да, мы здесь живем И очень не хотели о нем вам рассказывать Всем привет, это Юля Это Альберт И мы снимаем видео о Португалии И проводим в Лиссабоне и не только экскурсии Так что записывайтесь Мы находимся на вершине парка Эдуарда VII Это один из любимых парков для прогулок Он соединяет исторический центр Лиссабона с районом Венидышного Он как раз является некой границей А в XIX веке где-то здесь Лиссабон и заканчивался Сейчас в этом парке любят проводить книжные ярмарки, разные мероприятия Например, именно здесь в прошлом году, то есть в 2023 выступал Папа Римский перед молодежью Так что такое уже намоленное место С вершины парка открывается потрясающий вид Я обожаю приходить сюда на рассвете, точнее прибегать, здороваться с солнцем Потому что как раз вот здесь вот оно встает и подсвечивает весь исторический центр Лиссабона Видно замковый холм, видно маркиза, видно проспект Свободы И на самом деле от района Венидышного до исторического центра Ну и правда рукой подать, пешком спустился и ты в центре города В историческом центре Район Венидыш-Новыш был запланирован в конце XIX века И даже сейчас его планировка очень современная и удобная Широкие проспекты и ровные улицы Озеленение Задумывался район для проживания растущей буржуазии среднего класса Несмотря на это, тогда не было еще установленных норм по градостроению Централизованного утверждения проектов зданий и их высотности Поэтому район получился неоднородной архитектурой, где собняки в стиле Арн-Во Стали соседствовать заурядными строениями Многие из этих простых зданий снесли во второй половине XX века А их место заняли современные на тот период времени офисы Хотим обратить ваше внимание на два квартала, которые видны на карте Первый квартал – это Бар-ду-Рейку Несмотря на то, что там много современных зданий Этот квартал не очень подходит для жизни, потому что там очень шумно Рядом с ним проходит железная дорога, а над домами садятся самолеты Второй квартал – это Байру-Азул Считается очень привилегированным кварталом Там есть красивые здания в стиле арт-деко и квартиры очень просторные Расположен квартал прямо рядом с торговым центром Элькорт-Энглейш Давайте поговорим о плюсах района Авенидаш-Нобач Первое – это то, что этот район находится в самом центре И даже если посмотреть карту парковок, разделенные на зоны То район Авенидаш-Нобач под номером 001 То есть самые муниципальные центры Здесь много живет людей и много офисов Сейчас мы снимаем в начале марта и снимаем это в выходные Поэтому на улице достаточно мало людей и намного меньше машин, чем в будням На мой взгляд, неоспоримым плюсом этого района является его очень ровное расположение Здесь нет таких сильных перепадов, которые есть в историческом центре Еще один из плюсов – это велодорожки, которые расположены по периметру всего района И есть даже городская сеть проката велосипедов, которая называется «Жира» Там надо зарегистрироваться на сайте, заплатить за год небольшую сумму абонемента В общем, очень удобная, ей пользуются многие, кто живет в Лиссабоне Транспортная развязка здесь тоже очень удобная Во-первых, на центральной улице проходят основные маршруты автобусов А во-вторых, в этом районе находится несколько линий метро Здесь есть синяя ветка, красная ветка и желтая ветка Ну, не хватает, пожалуй, только что зеленой, но до нее можно доехать на одной из других И так как это относительно метрополитена, некоторые станции довольно новые, на них есть лифт Ну и плюс есть вот эта вот возможность сесть и уехать сразу за город на окружное Но это же есть, кстати говоря, недостаток, потому что очень часто центральная улица Абенида-де-Република С утра загружена трафиком, потому что все едут на работу И вечером, соответственно, тоже загружена трафиком, потому что все едут обратно с работы Кто следит за нашим каналом, знает, что у нас есть видео про район Кампо-де-Орик Мы жили тогда в том районе, и сейчас мы живем в этом районе и приятным разнообразием По сравнению с тем районом для меня было то, что здесь у меня не было практически проблем для того, чтобы перепарковать машину Я помню, когда мы жили в Кампо-де-Орик, мы объезжали весь район Особенно, когда приезжали в 11 или в 12 часов ночи и не могли найти себе ни одного парковочного места Здесь же есть часы пик, когда люди приезжают сюда на ужин, или на обед в субботу, или на работу А в остальное время здесь можно без проблем найти парковочное место Ну, максимум надо будет проехать по двум улицам или сделать кружок вокруг своего квартала Чтобы кто-то выехал, и ты бы заехал, потому что здесь постоянно меняются люди на парковке Здесь еще есть специальные улицы с зонами только для резидентов Где, если у вас есть специальные, называется, дышьте куда зона А зона здесь 0,0,1, как я говорил И на этих улицах можно припарковаться без проблем Все это обусловлено тем, что во многих домах есть подземный паркинг А для тех, кто приезжает на работу и не хочет оставлять на улице или искать место для парковки Есть куча подземных парковок платных За моей спиной одна из первых реклам на плитке Здесь даже номер телефона указан пятизначный Прямо на границе двух районов Венедышного овоща и Аровиш находится рынок Меркадо Тринтеум де Жанейро Рынок 31 января Здесь можно купить свежую рыбу, овощи, фрукты Есть мясной отдел и отдел со всякими сырами и вином В районе площади Салдане есть одно очень интересное Возможно, на первый взгляд, незаметное, но очень душевное место Однажды вечером сюда пришел пожилой мужчина, которого звали Жоан Мануэл Серра И помахал рукой проезжающим мимо автомобилем Зачем он это сделал? Дело в том, что у Жоан умерли родители И сам уже будучи человеком довольно взрослым Он, к сожалению, не создал свою собственную семью И оказался в полном одиночестве Конечно, у него были какие-то друзья Но все равно, приходя домой в одинокую квартиру Он чувствовал себя никому не нужным И выйдя однажды на улицу и помахав проезжавшим автомобилем Дети в одной из машин ответили ему в ответ И тогда Жоан стало так тепло, что он решил делать так каждый день И такой странный пожилой мужчина с пакетиком в руке подходил, махал всем рукой И люди начали отвечать ему в ответ Более того, для многих семей португальских, лиссабонских Это настолько стало традицией, что они стали специально прокладывать свой путь Мимо сеньора Жоан, чтобы помахать ему рукой Его прозвали сеньор Адеуш Сеньор, до свидания Хотя сам он себя называл сеньор Ола, сеньор Привет И, наверное, самое интересное в этой истории Что так у него начали завязываться связи К нему стали подходить люди на улице Они стали общаться Он завел свой блог, где прослыл кинокритикам И когда, к сожалению, Жоан умер Местные жители объединились и встали на том месте, где он обычно стоял И в память о нем махали в ответ всем проезжавшим автомобилям Но автомобили отвечали им в ответ И ментивилитет Лиссабона в память о такой городской легенде Сделал небольшое напоминание В виде следов того самого сеньора до свидания Сейчас закончу Кампу-Пекену тоже относятся к району Авени Дешноваш За моей спиной арена для боев с быками Здесь также проводятся разные концерты И под этой площадью Кампу-Пекену есть маленький торговый центр и супермаркет В районе Авени Дешноваш очень много магазинов Есть достаточно крупные супермаркеты, которые находятся, например, в торговом центре А есть небольшие мини-маркеты от разных сетей Лидл, Пингодос, Континент Есть даже и мини-пресса В отличие от исторического центра Авени Дешноваш район очень зеленый Потому что когда его проектировали, учитывали то, что современным людям нужно видеть за окном зеленые деревья Поэтому практически все улицы в этом районе имеют красивые зеленые аллеи, которые разделяют проезжую часть И рядом со многими домами есть небольшие зеленые скверы с детскими площадками Местами для выгула собак В этом районе есть несколько парков И в один из них мы с вами сейчас пойдем Это парк имени Калуста Гульбенькяна Он очень классный Сейчас я покажу Он очень классно сделан Здесь много интересных зон У него очень любят приходить португальцы после работы с детьми В выходные дни приносят пледы и устраиваются на траве Правда, к сожалению, есть один недостаток Ну или плюс для кого-то В этот парк нельзя с животными Здесь есть несколько кафе И в одном из кафе есть даже эвкалиптовое мороженое Здесь же находится одноименный музей В котором я вам настоятельно рекомендую заглянуть Потому что там очень интересная коллекция Здесь много всяких кафе и ресторанов Причем совершенно разных От простых португальских недорогих мест Где можно комплексно пообедать евро за 12 До ресторанов с авторской кухней С красивыми интерьерами И причем на самом деле В эти рестораны приезжает Очень много португальцев Специально из других районов поесть Помимо традиционных ресторанов Здесь еще очень много ресторанов С интернациональной кухней Есть паста, пицца, суши Есть много ресторанов с лапшой Где подают рамен Что мы все про плюсы и про плюсы Давай про минусы этого района На мой взгляд, один из недостатков этого района Это кухни, которые я видела в квартирах Дело в том, что многие кухни были похожи Просто-напросто на шкаф За раздвижными дверьми И плита состояла из двух конфорок И зачастую не было даже духовки И знаете, там такая квартира холостяка Или отпускника Или того человека, который дома вообще не готовит Только, наверное, чайник ставит на плиту Да, но в целом квартиры были классные Но мне кажется, что это действительно квартиры для одиночек Потому что даже если у тебя есть семья, если у тебя есть, например, дети То в любом случае хотя бы какой-то элементарный завтрак тебе надо приготовить И мне кажется, этого набора было бы мало В этом районе много домов, которые отремонтированы Но есть и недостаток в том, что здесь довольно высокий уровень шума Потому что часть других домов их ремонтируют И есть некоторые улицы, на которых прям это очень сильно чувствуется А еще шумно на центральных улицах, где достаточно большое движение Возьмем, например, Авенида до Република Или Авенида Синьку до Тубру 5 октября Там тоже достаточно плотное движение Ну и бывают муниципальные службы, которые ездят и чистят улицы Как вот, например, сейчас Да, надеюсь, мы там не оглохли от этой машины-пылесоса Которые... Это хорошо, что они ездят, чистят улицы Поддерживают их в чистоте И еще одно, это самолеты Здесь слышны самолеты Ну, в принципе, как во многих районах Лиссабона, тоже слышны Конечно, все зависит от того, как далеко-близко определенный дом находится к Галисаде Но в целом эхом они разносятся по всему кварталу Но есть и исключения из этих правил Например, на параллельных улицах, которые не главные улицы этого района Там достаточно тихо А в выходные очень малое движение машин Потому что люди в офис не ездят И поэтому... В стройке выходные дни нет Поэтому в таких улицах потише Но в целом, конечно, Лиссабон столица, город Поэтому уровень шума здесь во многих кварталах довольно высокий Поэтому, наверное, если вам хочется какой-то тихую местность То, скорее всего, надо рассматривать либо не центральные районы Лиссабона А какие-то окрестности И еще один минус, которым мы столкнулись, когда искали в этом районе квартиру Это стоимость этих квартир О, да Стоимость аренды, стоимость покупки Она здесь достаточно высока Здесь много домов старых Но очень много домов реновированных Или вообще совершенно новых, современной архитектурой И, естественно, чем новее и моднее дом Тем стоимость аренды в нем выше И, соответственно, стоимость квартиры выше Если брать, например, стоимость квартир То, наверное, в старых домах маленькие квартиры Стоят от где-то 280 тысяч евро А уже такие же маленькие квартиры Но в отреставрированном доме Или совершенно новом доме Будет стоить от 450 тысяч А аренда, наверное, если супермаленькая квартира То где-то за тысячу еще очень надо поискать Но в среднем, наверное, полтора тысячи с одной спальней Где-то вот так вот стоимость квартир Я думаю А я не знаю, какие еще больше минусы У тебя какие-нибудь минусы и здесь есть По-моему, ты очень любишь этот район И тебе он очень нравится здесь жить По-моему, из тех районов, в которых мы жили в Лиссабоне А за сколько? 9 лет? За 9 лет мы жили в нескольких районах И в некоторых жили по нескольку лет Я бы сказал, что этот район самый классный Пока, на мой взгляд, для меня, для моих нужд Он идеальный Опять же, надо сказать, что все плюсы и минусы Которые мы вам озвучили Они очень субъективные Они связаны с тем, какой образ жизни мы ведем Поэтому, если у вас есть, не знаю, 10 детей, 10 собак Возможно, у вас будут другие какие-то положительные Или негативные истории Но именно для нашего образа жизни В настоящий момент Это один из подходящих районов в Лиссабоне Рядом с историческим центром Все поблизости Транспорт для машин развязки То есть все суперэкономно В плане временной затраты Все суперэкономно и очень хорошо расположено И плюс еще очень зелено Да И вот что мне нравится Опять же, это не недостаток Это плюс В этом районе как будто бы дышится лучше В том плане, что Если взять исторический центр Который словно зажат Между маленьких, но высоких домов Где нет зелени В этом районе все-таки есть некое разграничение пространства Этого воздуха Его здесь больше И здесь как будто бы глазу больше есть за что зацепиться Не надо забывать, что этот район стал развиваться в начале 20 века И застраиваться И именно он делан именно для того, чтобы людям было приятно гулять пешком И у людей выработалась привычка гулять пешком Напомню, как Альберт сказал, да, середина 20 века Поэтому если вы сейчас соберетесь предъявлять претензии какие-то к этому району То учтите, что основная все-таки массовая застройка в этом квартале Это середина 20 века Конечно, здесь появлялись дома и позже, как мы сказали Есть и совершенно новые дома Но вся его инфраструктура все-таки зародилась в середине 20 века Мы в этом видео совершенно не затрагиваем тему по поводу детей, школ, детских садов и так далее Потому что мы с этим не сталкивались и не можем об этом говорить объективно Поэтому если вы живете в этом районе и у вас есть какие-то замечания Поэтому напишите нам в комментариях Пишите в комментариях Вдруг вы водите детей в этом районе в школу, в сад Пишите в комментариях Вдруг здесь есть хорошие школы Тоже можете обозначить Тем, кто будет смотреть это видео А мы обязательно закрепим этот комментарий А пока мы прощаемся с вами До следующих видео Не забудьте подписаться на наш канал И поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео И до новых встреч Пока-пока Пока-пока